Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Вы на канале Ана Дачи Жизнь Иначе. Сегодня у нас опять мы в теплице. Уже наступил август, хотя у нас идут сильные дожди, но с томатами нужно все равно проводить разные процедуры. Они уже вымахали, подпирают уже потолок, поэтому мы обязательно обрезаем макушки, обрезаем листво, которое мешало нашим томатикам. Хочу сказать сразу, что обязательно нужно... Это я так делаю, не знаю, как другие. Многие удаляют, чтобы бояться фитофторы, и удаляют листву очень рано. Я удаляю листву, когда томаты уже доберут вот этой вот сортовой особенности, когда они набирают свой вес, свою, как сказать-то, величину, чтобы они не были кислыми. Поэтому я сегодня вот начала удалять листву. У этих томатов я удалила листву три дня назад. Но три дня назад еще был солнечный денек. Вот они уже стали краснеть. Поэтому если вы хотите массового созревания томатов своих, вы, конечно, можете обрезать листву и ждать созревания. Но томаты получаются кисловатыми. Они не набирают, не успевают набирать своих сахаров. Это первое. А второе. Обязательно нужно, когда созревают томаты, если вы удалили листву и ждете созревания томатов, не нужно им очень много влаги, потому что томаты получаются кисловатые. Они не успевают запасать сахара. Ну, а сейчас я вас ознакомлю с теми томатами, какие у меня уже созрели, набрались технической спелости. Нынче у меня такая процедура по высаживанию томатов затянулась из-за проволочника. Кто следил за моими выпусками, они видели, что проволочник загубил очень много томатов. Поэтому мне пришлось ежедневно, на протяжении, наверное, недель-двух удалять многие саженцы, которые уже принялись, удалять их, вновь садить макушки. Поэтому я просто хочу предупредить сейчас, дорогих моих подписчиков, кто смотрит меня, что если у вас вдруг погибают по какой-то причине, подмерзают или кто-то подгрызает ваши томаты, удаляйте, просто срезайте макушечку, устанавливайте ее в воду, и она буквально, ну, через неделю, это самое малое, она вам даст обязательно корешки. И вы можете вновь посадить. Поэтому я сейчас вот какие сорта я помню, я, конечно, запомнила, подписала. Те сорта, которые я не знаю, я буду только смотреть по их технической, уже биологической спелости, как они вырастут, каким они будут цветом, и тогда уже на основе сортовых особенностей буду составлять себе, ну, список, что ли. Это томат, рубиновый кубок. Вот посмотрите, очень хорошо. Многие спрашивают, почему вы ведете, ну, не в один ствол, а в два ствола или три ствола. Ну, я занимаюсь томатами очень давно, конечно, поэтому мне сподручно выращивать томаты, чтобы получать урожая больше с куста. Если вы впервые выращиваете томаты, это, конечно, очень сложно. Почему? Потому что происходит загущевание, и у вас могут погибнуть ваши, ну, соцветия, ваши цветочки. Это нужно с ними дополнительно работать. Вот я вела вначале в два ствола, здесь они разветвились, пошли уже и третьим стволом, и поэтому я вот таким образом подвязываю, иногда пользуюсь топенером, но здесь уже упустила момент. Вот посмотрите, какие хорошие томаты. Это просто что-то. Вот я сейчас даже навскидку, вот кисть, вот она когда поспеет, я вам скажу, каким она весом. Вот я сейчас думаю, ну, это, наверное, больше, наверное, 600 граммов. Вот эта вся кисть. То есть один томатик, это он еще даже не дозревший, а только будем считать, что это третья кисть. Так, ну вот, посмотрите, первая кисть, вторая кисть, третья кисть, четвертая кисть, ну, пятая кисть, мы, наверное, уже не успеем дозревания. И здесь тоже на втором стволе, вот смотрите, одна кисть такая мощная, вторая кисть, дальше идет третья кисть, и вот еще кисти. Так что очень урожайный этот сорт. Это рубиновый кубок. Вот это два у меня куста этого кубка. А вот этот томат, это отдельный разговор. Это два года назад я покупала, вот специально оставила этикеточку, гибридный томат, Великий Александр. Я в прошлом году оставила себе на семена томатик. И вы знаете, сортовые особенности, я не знаю, как еще на вкус, конечно, но вот по сортовым особенностям мне очень понравился. Вот посмотрите, какие хорошие, мощные кисти. Лист здоровый, даже не повреждается ни грибком, ничего, может быть, это еще остатки от гибрида остались. Вот посмотрите, первая кисть, вторая кисть, третья кисть, здесь еще четвертая завязывается, на этом стволе тоже завязывается. Очень мне этот сорт понравился. Это даже при всем, что мы уже как бы выкапывали эти, они были у нас удалены, эти саженцы, мы уже потеряли и первую кисть, и вторую кисть. И это как бы идет с макушечного, рост с макушки у этих растений. Здесь этот сорт я сеяла из семян, вот специально положила. Бабушкин секрет. Ну, это уже, наверное, многие огородники, томатоводы, они уже, наверное, пользуются этим секретом, вернее, этими семенами, используют их. Посмотрите, какая кисть. Вот просто бомбическая. Вот это все одна кисть. Даже боюсь ее вот трогать. Ну, конечно, по загруженности томата дальше уже получается плохая завязываемость, естественно. Вот это второй куст, тоже бабушкин секрет. Посмотрите. Если в один ствол, наверное, здесь бы кисть вообще была бы большая. Когда буду получать томаты, я обязательно потом завешаю, какой вес будет плодов. Это томаты Штраух. Мне они тоже очень понравились. Завязываемость очень хорошая. Посмотрите, кисточки тоже хорошие. Очень удачные такие. Плотненькие. Загущенные. Посмотрите, их сколько. Уже спеют. Ну, это больше засолочные. На вкус еще не знаю. Высаживаю первый раз от коллекционера взяла. Так, вот здесь, наверное, остановимся. Это у меня новый сорт тоже. Это меня угостили. Пожалели меня. И вот такой вот дали мне. Называется римский полосатый. Тоже мне понравился на вкус. Не знаю, какой он будет. Он тоже. Вот покажи, пожалуйста, там вот такого цвета. Видите, какого он. Вот созрели я. Один оставляю на семена. Я, честно, даже не знаю, как его формировать толком. Ну, как детерминатный формировала его. Это томат. Малахитовая шкатулка. Вот такая кисть хорошая. Ну и дальше. Единственное, что мне вот вторую кисть потеряла я, потому что здесь у нас были дожди. Ну, а вот этот томат, это гибридный томат. Это называется соседская зависть от партнера. Ну, вот посмотрите, я его повела даже в 4 ствола. Если вот так соединю их всех. Ну, это хороший урожай. Добавочный урожай. А вот в 3 кисти получается. В 3 кисти. Ну, урожай уже поменьше немного. Поэтому сами выбирайте, во сколько стволов вам вести. Ой, кисти, вернее, стволы. Во сколько стволов вам вести.